Дед действительно значительную часть жизни считался цыганом и даже носил в левом ухе залихватскую цыганскую серьгу. Так начинает свой фильм Андрей Райкин, сценарист, режиссер, продюсер. Картину, которая уже собирает фестивальные награды, он привез в Сыктывкар, и это не случайно. Один из эпизодов документальной ленты связан с Коми АССР, со страницами истории ГУЛАГа. Фильм «Мой дед цыган Шапира» автор посвятил одному из самых важных и близких людей, чья биография полна несметным количеством событий, как будто он прожил не одну, а несколько жизней. Революционный романтик, советский дипломат, сталинский каторжанин, кинематографист. А то, что дед родился цыганом, размышляет Андрей Райкин, так ли это важно для его земного пути? А может, именно в этом все дело? У него была цыганская серьговуха, потому что его мать, моя прабабушка, она решила его таким образом обезопасить от каких-то превратностей судьбы, потому что до появления деда рождались одни девочки и умирали. И родился дед, и тогда мать решила записать его не на фамилию отца, фамилия отца была Теплицкий, и не записать его полякам, а записать так, как он числится по ее паспорту. Она была Екатерина Абрамовна Шапира, цыганка, так у нее было в паспорте написано. Она прикрепила ему серьгу в ухо, и он стал Михаил Савельевич Шапира, цыган. Такое вот сочетание. И в качестве цыгана он пребывал довольно долго. Это действительно такой парадокс. Человек с фамилией Шапира цыганом быть не может никак по определению. Но вот дед действительно так в паспорте, он и был записан цыганом. И вот это такой парадокс, связанный с его рождением, который уберег его от смерти, потому что мама, моя прабабушка пыталась таким образом как-то изменить его судьбу. И вот этот парадокс, он, видимо, спасал его всю жизнь. И вот такое какое-то сочетание странностей, нелепостей, неожиданностей, которые с ним происходило всю жизнь. Но вот мне показалось, что вот это сочетание цыган-шапира, это и есть какая-то формула его жизнеспособности. Интервью мы записывали в Национальной библиотеке Коми уже после презентации просмотра фильма. Андрей Райкин рассказал, что жил вместе с дедом в коммуналке в центре Москвы. Михаил Савельевич занимался воспитанием и образованием внука. Приносил книги. Так в детстве Андрей Райкин вместо трех мушкетеров прочитал повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Каждое воскресенье водил в музей, учил редактировать тексты, выписывал для него альманах киносценарий. Неудивительно, что внук выбрал профессию журналиста. Это был 1975 год. Я поступил в Московский университет. И я понял, что мне нужно обязательно деда расспросить подробно обо всем. Вот мы начали с ним эти беседы. Мы уехали в Болшево. Это был дом союза кинематографистов. Это были зимние каникулы студенческие. И мы с ним начали там беседовать. И дед вот мне тогда сказал, что я буду тебе рассказывать только при условии, что ты будешь запоминать и не будешь ничего записывать. Вот. И стало понятно, когда он начал рассказывать, стало понятно, что почему он опасался, что если кто-то у меня эти записи бы обнаружил, меня бы могли пристроить на лесоповал. Наверное, он был прав. Вот. И я очень долгое время держал в памяти все эти истории. И в конечном счете уже через много лет после того, как деда не стало, он ушел из жизни в 85 году. Вот. Уже родился сын мой в это время. Вот в этом же году они, к сожалению, вот во времени разминулись. И я решил, что, в общем, я должен все это записать. И вот я какое-то время потратил на то, чтобы это записать и сделать из этого литературный текст. И потом стал искать возможности, как уже этот текст превратить в фильм. История о том, как 14-летний Михаил Шапира устроился в Народный комиссариат иностранных дел, все с той же цыганской серьгой в ухе, дресс-кода тогда еще не было, рассказана и в картине. В 1921-м он приехал из Николаева в Москву на заработки. Образование четыре класса хедера. Хедер – это церковно-приходское образование, значит, при синагоге. И когда я его спросил, почему такое странное учебное заведение, он говорит, потому что другого вообще не было в округе. И родители его пристроили туда, где ну хоть что-то было. Поэтому вот он, четыре класса вот этого церковно-приходского обучения – это все его образование. И все, что с ним было потом, это все абсолютное самообразование, потому что дед действительно говорил на многих языках европейских. И действительно был очень хорошо образованным человеком. У него была старшая сестра, ее звали Анна, и она была большевичкой с дореволюционным стажем. И в Москве она уже какие-то занимала какие-то партийные должности. И когда он приехал в Москву, и ему нужно было как-то, значит, социализироваться, вот, то она ему посоветовала сказать, что ему не 14, а 16, а он действительно был такой немножко, знаете, есть люди, которые, кажется, моложе своих лет, а вот он казался немножко старше своих лет. Вот. И он сказал, что ему 16. Документов не спрашивали, потому что всем было понятно, что в 20-м году можно было любой документ себе купить на рынке или вообще собственноручно нарисовать, и никто бы никакой экспертизой не стал заниматься. Вот. Поэтому он сказал, что ему 16, ему поверили на слово. Вот. А то, что дальше с ним произошло, и когда он через год просто из курьеров стал личным сфером Чечерина, здесь это полная его заслуга, потому что, значит, он так себя проявил, если его так продвинули вот на самый верх, потому что даже по нынешним временам такой бешеный карьерный рост, это вот вызывает, конечно, удивление. Пока пишем интервью, замечает, что дед и внук внешне действительно похожи. Вспоминаю публикацию, которую прочитала накануне съемок. Когда-то Андрей Райкин нашел в сундуке старый дипломатический фраг деда примерил, и выяснилось, что фраг сидит идеально. По характеру они тоже похожи. Веселые, легкие в общении. Среди забавных историй Михаила Савельевича Шапира есть сюжет о его первом кремлевском приеме в начале 20-х годов. Коллеги тогда над ним подшутили, дав совет, что перед банкетом необходимо основательно поесть дома. Что он и сделал, навернув гречневой каши. Когда мне дед рассказывал, когда он вошел и увидел столы, которые ломились от каких-то фантастических совершенно явств, он где-то не говорил, я вспомнил стихотворение Маяковского со словами «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». И он понял, что он не может ничего есть, и он сидел с грустным видом за столом. Чичерин ничего не замечал, и кто-то из иностранцев вдруг обратил внимание на такое печальное выражение лица моего деда, и спросил Чичерина, он сказал, Георгий Валентинович, а что же вы в такой строгости держите своего сотрудника, что не разрешаете ему ничего съесть? И Чичерин в этот момент посмотрел на деда и сказал, Миша, в чем дело? Дед ему вкратце описал ситуацию с гречневой кашей. Чичерин взял со стола ложку красивую серебряную, сунул ему там незаметно под столом и сказал по коридору третья дверь слева, значит, ложку обратным концом в рот, и чтобы через 10 минут ты сидел и все ел. И дед, значит, пошел, и по примеру античных товарищей, которые, так сказать, именно так себя вели на перах, чтобы побольше, значит, съесть, вот, он, значит, пошел и все это гречневую кашу, значит, отдал, вот, кремлевскому туалету. Вернулся с бледным выражением лица, но дальше, значит, попытался все-таки что-то съесть. Я когда деда спросил, я говорю, что ты сказал своим коллегам на следующий день, когда ты пришел на работу? И дед помолчал и сказал, лучше я тебе об этом говорить не буду. В конце 20-х Михаил Шапира по паспорту уже не цыган, а еврей, активно перемещается по свету, становится дипкурьером, возит секретные документы, деньги, золото в слитках. В 30-е, как рассказывает его внук, в одночасье становится русским по фамилии Шапров, продвигается по дипломатической лестнице, живет в разных странах Европы. Дед был участником действий, которые мы сейчас назвали, действия несовместимые с дипломатическим статусом, потому что когда он выкрал практически из-под носа у немцев Дзе Сдена Каниедла и завернул его в ковер, и повез его на дипломатической машине, пользуясь так называемым иммунитетом дипломатическим, неприкосновенностью, его недосматривали на границе, и он, значит, вывез завернутого в ковер Сдена Каниедла, который таким образом, в общем, сохранил себе жизнь. В советском посольстве Германии получает пост второго секретаря. Виртуозно играет роль балагура, выпивохи, заядлого преферансиста, добывая сведения из неофициального общения. Позже артистические способности дипломата высоко оценит Аркадий Райкин, дочь Михаила Шапрова Марина, выйдет замуж за младшего брата Аркадия Райкина, Макса, своего одноклассника. Он прекрасно знал прошлое деда, вот, и с ним общался, и видел некий, так сказать, артистизм деда, его какой-то жизнебытовой, и он очень это всегда оценил в людях. Тем более он знал, что дед, в общем, значительную часть своей дипломатической карьеры, он фактически выстраивал совершенно другой образ человека, которым он на самом деле не являлся. И вот жить под личиной другого человека, и дядька мой как артист, он понимал, какого физиологического, эмоционального, интеллектуального напряжения это все стоит на самом деле. И очень это уважал и оценивал. Наш собеседник – племянник великого артиста Аркадия Райкина. Именно он сыграл важную роль в женитьбе родителей Андрея Максовича. Когда в 49-м году посадили отца моей мамы, дядька сказал, моему папе сказал, что ты обязательно должен на ней жениться, потому что, так сказать, своей фамилией, ты должен как-то ее огородить от возможных последствий этого ареста. То есть он ему не советовал сделать шаг в сторону, да, наоборот посоветовал. Вот, потому что дядька тоже деда моего знал, конечно, и любил его очень. Вот, и вот таким образом он, так сказать, я думаю, что папа мой бы… Все равно бы он женился на маме, да, но то, что Аркадий Александрович как-то настаивал на этом браке и, так сказать, говорил об этом, я думаю, что это его характеризует самого его с самой лучшей стороны. О лагерной истории Михаила Шапрова речь впереди, а пока вернемся в предвоенную Европу. С 1936-го дед Андрей Райкин – координатор оружейного моста. По дипломатическим каналам оружие перебрасывают в Испанию. Все это происходит под носом у немецкой разведки в течение трех лет. Съезжались из разных европейских наших дипломатических представительств в определенную точку, где-то в горах. Съезжались наши дипломаты из разных стран. И с востока приходили машины, груженные оружием. С запада машины пустые, дипломатические машины. Устраивался пикник, жарились шашлыки. Дед мне рассказывал, что даже иногда были цыгане с медведями. Перегружались под шумом, перегружались из одних машин в другие. Перегружалось это оружие. И дальше на запад машины уезжали с оружием, а восточные машины уезжали пустые. И я где-то не спросил почему-то, почему цыгане участвовали в этом. И потом как-то я рассказал одному историку. И этот историк мне сказал. Он говорит, я тебе объясню, почему цыгане. Потому что цыгане были задействованы в этом процессе переброски оружия. Они тоже в своих кибитках перевозили оружие. И их тоже недосматривали на пунктах пропускных, на границе. Потому что считалось, ну цыгане, ну что там у них может быть, там кочевой народ какие-то. Они все не очень красиво выглядят, как-то неопрятно одеты. И полицейские считали ниже своего достоинства, там ковыряться в этих цыганских кибитках. Да еще там медведи у них были. Да еще с медведем тоже общаться мало кому хотелось. И их пропускали. Оружейная эпопея завершилась для Михаила Шапрова трагически. Он едва не погиб в автомобильной катастрофе, подстроенной немецкими специалистами. На горном серпантине груженый кирпичом грузовик врезался в дипломатическую машину. Автомобиль и водитель вылетели в пропасть. Шапров упал на дорогу. Год он провел в больницах, но выжил. Левая рука осталась парализованной. В 1939-м он вернулся в Москву. В Народном комиссариате иностранных дел, который возглавил Молотов, в это время шла тотальная чистка. До сих пор загадка, почему репрессивная машина дала сбой. И Михаила Шапрова арестовали только спустя 10 лет, в 1949-м. Ему инкриминировали государственную измену, шпионаж в пользу фашистской Германии. В деле была масса фотографий дипломата в обществе Риббентропа, Шелленберга, даже Гитлера. Так дед Андрей Райкин попал сначала в Уркуту, потом в Инту и Абис. И в этой, и во многих других ситуациях его спасло чувство юмора. Если воспринимать все всерьез, вот всю трагедию, которая произошла и с ним, и с его салагерниками, то вот жить не хочется после всего этого. И я думаю, что дед выжил только потому, что у него было какое-то ироничное отношение к жизни, к самому себе. И он воспринимал все, что происходит вокруг, как одно большое приключение. В Инте его с того света вытащился камерник-врач-академик Руфшан Мамедов. Он же как академик-врач, он лечил всех, всю охрану, начальника лагеря. Он сказал, что или вы мне даете возможность прооперировать заключенного, но для этого нужно закупить такие-то препараты, лекарства, такие-то инструменты, потому что серьезная была операция. Или, значит, я отказываюсь вас лечить. И они были абсолютно приперты к стенке. И они вынуждены были на это согласиться. И дед с хохотом не рассказывал, что там этот начальник лагеря матерился, но вынужден был пойти на эти условия, которые ему поставил заключенный. И таким образом этот Руфшан Мамедович Мамедов спас просто ему жизнь. И дед после выхода из лагеря, он ездил несколько раз в Азербайджан его навещать. Он был выдающийся хирург. И дед с гордостью говорил, что он был один из первых пациентов, на котором этот хирург опробовал новый метод, связанный с лечением язвы. У него прободная была язва, он практически умирал. Есть еще один лагерный эпизод, который рассказывал дед своему внуку. Начальство попросило его прочитать для конвоиров краткий курс истории ВКПБ. Было это уже в Марийской АССР. Дед мне тоже говорил, что это вот, ну, как бы себе даже представить такое невозможно. Он говорит, ну это же было. Он говорит, другие партийные крупные чиновники, они гордо отказались. Они были, так сказать, оскорблены этим предложением, что они вот сидельцы, значит, должны что-то такое про историю партии рассказывать своим охранникам. Да, они видели какой-то дикий абсурд в этом, и, так сказать, они не принимали эту ситуацию. А дед с радостью согласился. Он очень веселился. Понимаете, он находил повод посмеяться над чем-то, что у кого-то, может быть, и совсем не вызывало смеха. Но дед был вот такой человек, ироничный. В 1956-м Михаил Савельевич приехал в Москву из мест не столь отдаленных. Он был оправдан вчистую, но вернуться в МИД отказался. Возглавил Центральную студию документальных фильмов, а потом стал главным редактором Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов. Часть картин, которые, как бы сейчас сказали, он продюсировал, сразу положили на полку. Об экстрасенсах, снежном человеке и даже о кругосветном путешествии Юрия Гагарина после возвращения на Землю. Советскую цензуру напугала размах, с каким встречали первого космонавта. На студии деда Андрей Райкин видел отснятые материалы. Столица Шри-Ланки, Колумба. Значит, вот как я это запомнил, крупно мы видим лицо Гагарина в белой красивой парадной фуражке. И из-под фуражки течет ручьями пот. Потому что дикая жара. И мы видим, что он в фуражке, в белом кителе. На шее у него огромный лавровый венок. И глаза абсолютно стеклянные. Вот такие, знаете, отсутствующие глаза, как у человека, который теряет сознание. И дальше камера начинает немножко, так сказать, отъезжать с помощью оптики. И мы видим его поясной план. И его торс раскачивается. И мы еще не очень понимаем, что происходит. И камера продолжает немножко отъезжать. Мы видим, что Гагарин сидит на троне. А трон установлен на спине огромного белого слона, покрытого коврами. И этот слон идет по центральному проспекту Колумба. И мы видим, что слон идет по брюхо в цветах. Вот представьте себе высоту ноги слона. И вот этот вот слой цветов. А по обе стороны этого центрального проспекта стоят тысячи, сотни тысяч людей, которые в каком-то религиозном экстазе под ноги этому слону швыряют охапки цветов. И второй эпизод, который тоже я запомнил, и не мог его найти в сети. То есть я понимаю, что он где-то есть. Может быть, в госфильмофонде он где-то на какой-то полке по-прежнему еще запрещенных материалов. Не знаю, найти мы не могли. Но я его помню. Это Лондон, Пикадилли. Гагарин сидит в книжном магазине и ставит автографы на большой красивый альбом с фотографиями о своем полете. Там нафорзаться большая его фотография. И он, значит, надписывает желающим эту книжку. И мы видим, что к нему стоит очередь Гагарина. И видим, что эта очередь состоит из одних женщин. И когда камера начинает панагомировать по лицам этих женщин, мы понимаем, что кто стоит. Бриджит Бордова, Клаудио Кардинали, Моника Витти, Софи Лорен. И так далее. То есть набор лиц, самых красивых лиц европейского и американского кино в очереди к Гагарину. И дальше камера выезжает из магазина. И мы видим, что эта очередь так выходит из магазина. И идет вдоль по улице, вдоль стен домов. У нас обычно такие кадры, знаете, можно видеть, когда показывают во время войны очередь за хлебом. Вот вдоль домов эта очередь уходит за горизонт. Очередь из самых красивых женщин мира, значит, за автографом к Гагарину. Дед мне говорил, что такой объем, такой масштаб поклонения, он не снился никогда ни одному руководителю страны. Ни генсекретарю, ни президенту, ни, так сказать, как угодно назови эту должность, но руководить ни одному руководителю ни одной страны. Поэтому, когда, значит, я думаю, что те идеологические инстанции, которые должны были дать разрешение на этот фильм, в общем, этого разрешения фильм не получил в полном виде. В интервью Андрей Райкин рассказал, как люди тянулись к деду. Привлекали его обаяние, эрудиции, конечно, чувство юмора. Часть курьезных историй в фильм не попала. Мы с дедом очень любили ходить в выходные не за покупками. Дед был хозяйственный человек, он брал большую хозяйственную шумку, и, значит, тогда невозможно, не было супермаркетов, надо было там хлеб покупать в одном магазине, мясо в другом, рыбу в третьем, там фрукты в четвертом и так далее, да. И, в общем, надо было совершить такой вояж. Вот, и мы с ним, значит, ходили по окрестным магазинам, и как в каждом районе есть свой угловой магазин. Вот у нас тоже был угловой магазин, вот, и, значит, мы подходили к этому угловому магазину, а там был винный отдел. Вот, и там, значит, кучковались люди, так сказать, вокруг этого винного отдела, которые соображали на троих. И когда дед подходил к магазину, к нему сразу же бросались местные алкоголики, и деда это как-то очень печалило, потому что он себя считал интеллигентным человеком. Вот, а тут, значит, в нем видели какого-то своего. Вот, и однажды, в очередной раз, когда к нему бросился, значит, очередной алкоголик с традиционным русским вопросом, третьим будешь, они его спросили, вот, дед так печально спросил, ну, говорит, хорошо, говорит, а второй-то у тебя есть? Да, потому что... И ответ был гениальный совершенно, ответ был такой, говорит, да, говорит, второго всегда можно найти. И дед мне, так сказать, комментируя эту историю, говорит, вот, говорит, ни один математический институт не сможет, так сказать, понять, почему третьего найти проще, чем второго. В последние годы жизни Михаил Савельевич тяжело болел, но всегда интересовался всем, что происходит в стране. Просил внука подвинуть кресло к телевизору и внимательно смотрел программу «Время». Дед очень любил страну, в которой он родился, в которой он жил, и которой он отдал практически всего себя и свое здоровье. И весь свой талант и дипломатический, и человеческий, и журналистский, и организаторский. Он никогда не помышлял о том, чтобы там уехать в какую-то другую страну. Об этом вообще никогда разговора не было. Но он искренне переживал, и он иронизировал над какими-то недостатками, которые возникали. Но вот он был абсолютно искренний патриот, видевший все недостатки и высмеивающие эти недостатки. Но это было не, так сказать, какое-то камикование над какими-то, значит, неприглядными сторонами нашей жизни. А это шло от искренней боли за нашу жизнь. После интервью мы говорили о том, что было бы правильно показать картину в Инсе и в Иркуте. В интернете этой документальной ленты пока нет. Производитель «Фишкофильм» ведет переговоры с федеральными телеканалами. Но уже сейчас мы можем прочитать киноповесть «Мой дед цыган Шапира». В Национальной библиотеке есть несколько экземпляров, которые привез Андрей Райкин. Одну из книг он подарил и нашему телеканалу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова